Да. О, есть. Отлично. Все слышно. Хочу рассказать вам об отеле «Кирман». Это последний шестой из всех, которые я проехала. Это «Кирман Белазур». Находится в регионе Берека. Со мной сегодня представитель всех этих отелей. Мэр. Это представитель отдела маркетинга и продаж, который отвечает за рынок СНГ. И так вот, Мэр, рассказывайте. Я начну, наверное, просто говорить о том, что по отелям мы немножко пробежимся, по всем шасси. Я напомню, этот единственный в Белеке был «Азур», два в Сиде, Сиде Марин и Калипсус, который новый. Кстати, будем о нем сегодня говорить, потому что актуальный пока вопрос остается с пляжем. Расскажем, как сейчас там все происходит. Есть уже нарезка видео, наконец-то. Тоже пассажем. И три отеля, которые находятся в Алании. Первое, что хочется сказать, причина, почему мы сегодня выходим в эфир, потому что именно с сегодняшнего дня выходит акция на все эти отели именно для рынка Украины. Не знаю, почему так решила руководство. Мэр, рассказывайте. Спасибо. 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 Вот так вот прям подытожил все сразу. Хочу сказать про Белазур. 40 тысяч квадратных метров. Отель, территория вытянута от корпуса вперед. Но на территории есть абсолютно все. Длиннющий бассейн, который от спокойной зоны до кипишной. Вот сейчас там на фоне орет музыка, играют в водное поло. А здесь перерыва на анимацию нет. Кстати, я заметила, что в Германах практически нигде не выключают музыку от 12, прям до 3, буквально на какой-то часик. То есть акцент на анимацию и на веселье в этих отелях есть. Но если мы говорим про Белазур, то фишка отеля еще и питание. Мы вчера были в рыбном ресторане. Вечером вчера была турецкая кухня. Ой, турецкая кухня. И сделали прям турецкий вечер не просто атмосферный, а и с вот этими вот мороженками товарищ, который играет в раке при входе. Полностью турецкая кухня. Точно так же по питанию, по вторникам, четвергам и субботам, правильно? Субботам происходят какие-то, я не знаю, снэк-пати. Пару дней назад были приветки. Сегодня у нас что там? Аллочка. Дорогая, да, у нас опять вопрос, как был с твоей коллегой в другом отеле. Мы молодого человека вообще не слышим ни единого слова. Голос у него явно есть, и не какой-то девочки. Поэтому будь добра, повтори, пожалуйста, условия акции, потому что на самом важном моменте, собственно, мы его и не узнали. Причина акции, какие там условия. Давай уж ты тогда веди этот эфир, потому что, к сожалению, его не слышно совсем, абсолютно. Хорошо, мэр, тогда держите, потому что мне не очень удобно. Хорошо, давай, я тогда тебе расскажу. Акция, собственно, для рынка Украины. Почему? Потому что мы для их рынка, в общем, как страна, достаточно стратегически важны. Я напомню, что все керманы были раньше ориентированы больше на европейский рынок. Сейчас, вот, например, отдел мэр-то больше не выходит на рынок ФНГ, но поскольку Украина стабильно летает, стабильно дает туристам, это видно по другим отелям тоже. Поэтому они делают акцент на нас сейчас до Байрама. Буквально с сегодняшнего дня. Байрам, я напомню, с 19-го числа у них целую неделю будет акция. Если ты помнишь, мы с тобой рассматривали в предыдущих эфирах сцены на разные отели этой сети, и на Сидеру, и на Калипсус, так вот, и на Ланью Сиде, абсолютно на все, все шесть отелей. Сейчас, если ты зайдешь в систему и посмотришь цифры, они снижены примерно за пакет на 200-250 евро. Это я делала средств вот буквально там на ближайшую неделю с вылетом. То есть я считаю, в принципе, что 200-250 евро на сумме, вот, например, стоил отель 1390 или там 1490, сейчас это на 200-250 евро меньше, ну, в гривнах это 5-7-8 тысяч, это существенная разница. И, ну, вот идея, допустим, выхода сегодня в эфир именно для того, чтобы об этом рассказать, и что это действует, это, простите, Казахстан-Россия, кто-то еще смотрит, это акция только для Украины. Я хочу подытожить вообще все отели, за что к ним ехать. Вот по Белозуру я рассказала, что с едой есть, дополню, что вот сегодня какой-то там куриная пати по поводу разнообразных снеков. Эти отели действительно делают акцент на анимацию, потому что буквально час на перерыв, и действительно очень стараются анимационные программы, поэтому сказать, что здесь анимация СОПС, вот если вам нужна СОПС, вам не бойте отели. Если вам хочется поактивничать, пожалуйста, вам сюда. Мини-клуб тоже неплохо занимается детскими. Белозури тоже заснялась сегодня уже для своего ролика. Везли делать пиццу. И по поводу для кого тоже сеть вообще формат этих отелей, это для тех, кому нужны компактные отели. Звучит, что 40, 30, 20 тысяч квадратов по территории вроде как много, но здесь в основном это занимает основное здание, и перед отелем инфраструктура. Это, получается, бассейны, которые идут вдоль территории, и практически все отели построены по одному принципу. С первого этажа начинается проживание. Минус первый, минус второй этаж – это вся инфраструктура. Это рестораны, это бары, это какие-то спа, тренажерные залы. То есть везде абсолютно, в какой бы керман вы ни приехали, у вас будет везде логичная подача. Хочу еще досказать про Белозур. Вот вроде как территория небольшая впереди. Мне понравилось, что здесь аквапарк немножко вынесен в сторону. У нас завален горизонт. У нас, получается, аквапарк немножко вынесен с одной из сторон. То есть если люди не любят там, я не знаю, детей, которые спускаются, людей, которые катаются на горках, горок здесь, кстати, восемь, да? Восемь для взрослых, трое для детей. И это абсолютно отдельная зона. У них там же есть, конечно, свой бар. Но на баре у них, как правило, мороженое, напитки, по-моему, только три. Покушать нужно ходить все-таки в другие снэки. И с того, что удобно, один бар, второй бар, снэк-бар, на пляже бар, в аквапарке бар, два бара, которые работают 24 часа в сутки в поле на минус втором этаже возле ресторана. Не знаю, все очень удобно. Нигде далеко ходить не надо. Я говорю для ленивых. И что мне нравится абсолютно в каждом из этих отелей, это то, что ребята на роликах, несмотря на небольшую территорию, обслуживают вокруг бассейна. То есть есть вот такой вот сервис. Как ни странно, бывает такое. Вот я сейчас переехала из одного из делюкшевских отелей, которые стоят 200-300 за 2 взрослых лишь 1 ребенок на неделю. И сервиса возле основного бассейна нет. Есть только бары со всех сторон. Поэтому я считаю, что вот такие вот акценты на сервис, на питание и на удобство логистики по отелям керманы делают акцент. Своевременная, да. Потому что стоимость действительно сейчас снижена и очень прилично. Подтверждаю твои слова. Буквально, если ты позволишь, назову зрителям, что 2 плюс 1 ребенок, 2 взрослых плюс 1 ребенок 8 лет вылетом буквально послезавтра. Керман Калиптус, отдых обойдется всего в 1487 евро. И Керман Беладзур, например, в 1504, прошу прощения, если мы помним, то эти цены были, конечно же, в районе 1700. Буквально неделю назад, когда мы с тобой связывались. Я так понимаю, гостиница очень компактная. Я вижу, мимо тебя очень много ходит уже гостей отеля. Насколько комфортно сейчас, насколько заполнен отель? Не тесно ли вам там отдыхать всем, Алла? Смотри, мне очень нравится политика этого отеля, в том плане, что они не хотят стопроцентную загрузку. Это очень странно звучит, но на мой вопрос, какая загрузка и сколько вы ожидаете во время Байрама, ответ был одинаковым, 80%, больше они не хотят. Вот едет сзади нас мальчик, который разводит вот это вот все. Правда, очень круто, да. Так вот, 80%. Почему? Мне ответили, что как только идет загрузка выше 80%, падает сервис, мы этого не хотим. И если добавить про свои цены, которые ты добавил сейчас, то как раз Калипсус, Сидемарена и Белазур – это подороже отеля. А если рассматривать, которые в Алане, Сидера, Ариканда или Адихи, они там будут вообще, по-моему, в районе 250 или 1300, где-то так, евро за пакет на неделю. И, в принципе, формат отдыха там такой же. Если мы говорим про Калипсус, который новый, давайте я немножко к нему перейду. Это единственный отель, я напомню, из этой сети, который не находится на берегу. Его планируют заполнять, чтобы настроить и поднять сервис на должном уровне в этом году максимум на 50%, чтобы не было вот такого вот прям кипиша и капец заполняемости. Поэтому это первый такой плюс. Второй – когда мы с тобой выходили в прямой эфир с ним, не было еще алкогольных импортных написков, в большом количестве сейчас уже есть. Третий момент – мы с тобой говорили о том, что будет поезд ходить на пляж. Пока это делает все-таки шаттл. С поездом немножко опаздывают заставка. Это не зависит от отеля. Заказывали его за 3-9 земель. Не знаю, в каком-то Китае, не Китае. Я не знаю, где это делали, но не важно. Поэтому на данный момент шаттл-бас ездит – это 3-4 минуты езды. И, в принципе, никакой проблемы нет. Как по мне, например, как для отдыхающего человека, мне нравится, ну, прикольно, наверное, было бы проехать с ребенком на трейне, да. Но пока где-то, наверное, до середины августа все-таки будет на пляж ходить шаттл-бас. Пляж, я напомню, это Сиде, это песок. Ход есть галичный. Вот, ну, местами больше, местами меньше. Собственно, как и в Сиде-Марини, и точно так же, как в Балазуре. Вот, печа на галичные пляжи уже идут туда, ближе к Алане. По поводу сочетания цены и качества, как по мне, вот аланевские отели все-таки рулят. Я уже, кстати, есть какие-то вопросы еще по Калиптису и по Сиде-Марину? Потому что вот Калиптис еще был не сильно заполнен. Про 50% я сказала, отвечая на твой вопрос, Сиде-Марин был заполнен процентов на 67, по-моему, или 70. И, в принципе, вот по загрузке людей могу сказать, что здесь в одинаковом вообще каком-то процентном соотношении людей, там Украина, Россия, немного Казахстан, но все равно основное это Европа. Здесь и поляки, и итальянцев я слышала, и немцы есть. То есть все равно вот отели до сих пор сохранились своими для Европы, несмотря на то, что европейцев сейчас меньше едет, но мне, допустим, достаточно комфортно в таких отелях отдыхать. Ну, это однозначно. Если, есть еще какие-то вопросы по Сиде, например, и по Белазуру, или уже рассказывать про Аланию? Если ты, ну, больше всех интересует сейчас загрузка, потому что везде пишут, что людей очень много, что в другом толпы очереди. Здесь вот интересует вопрос, ты на него, по сути, ответила, что сервис держится на уровне, и вот этих километровых очередей за яичницами, в принципе, в отелях нет. Потому что отели, я смотрю, рейтинги, отели рейтинг на букинге выше восьмерки, ближатся приблизительно к 9 баллам. Поэтому здесь вопросы эти снимаются. Я бы хотел еще твои слова подтвердить. Действительно, Керман отель Сидера Лакшери Энспа обойдется всего-навсего 1094 евро на двоих взрослых и ребенка 8 лет на неделю отдыха. Кермана Реканда 1443. То есть сейчас наилучший период. Буквально напомни нам еще до какой даты эта акция будет и на какие даты распространяется. на какие заезды, по-моему, неважно, да, Мэр? Да. На какие заезды неважно, просто вот неделя, окно, неделя с сегодняшнего дня в покупке, на какую даты не покупали, вот будет классная цена. Если вы не слышали Мэр, то он говорит о том, что Сидера, например, считается самый бюджетный у них отель, хотя, честно скажу, он мало в чем уступает, например, соседним через пару отелей Ари Канди и Леодики, хотя эти все-таки чуть повыше уровнем. Но если мы говорим про сервис и про выбор еды, действительно, ну, как бы сказать, что есть какая-то мегаглобальная проблема, нет. Я вчера осмотрела Сидеру, не помню, да, это было 1200 с чем-то, слушайте, 1091 евро. Это, простите, для такого отеля совсем ни о чем. Я уже тут покаталась, насмотрелась, что на какие цены, и, поверьте, далеко не каждый отель соответствует не просто своей цене, а дает, возьмем, классную цену на какой-то уровень. Так вот, вот эти вот цены, которые я сейчас озвучил, они действительно ниже, чем уровни отеля. Абсолютно спокойно их можно сейчас выбирать, и агенты, клиенты, если вы смотрите сейчас этот эфир, правда, обратите внимание во дворе тура именно на эти отели. Тем более, что мне нравится, что отели еще есть. Немножко по разнице там локации или еще и чему-то, они немножко отличаются. Например, есть Велик, да, там Велатур, есть Сиде, есть Таланя, простите, в Кемере еще не купили, не построили, но тем не менее, шесть отелей на три региона, мне кажется, выбрать однозначно уже что. Тем более, что есть тоже разница и по цене между ними немножко. Давай тогда переходим к следующему у нас уже отельчику, который у тебя по плану там, давай по ним поговорим. Что по ней хочу сказать, она действительно минимальная, идет по цене из всех керманов. Находится в Алане, выйти есть куда, на берегу, сколько там квадратных метров, сколько там территория, по-моему, 13 или 15 территория, пляж Песчано-Галичный, по логии, горки есть, около 300 номеров, но для такой территории в принципе достаточно нормальное количество. Мне очень понравилось, что несмотря на то, что он функционирует себя как бюджетные, номера не какие-то узкие, не убитые, то есть действительно ты заходишь и понимаешь, что в этом отеле будет комфортно жить. Удобно поспать, вкусно покушать, комфортно зайти в море, потому что тоже там достаточно пологий вход, анимация есть тоже активная как для взрослых, так и для детей. Вот, не знаю, на чем еще остановиться, вот в принципе на видео видны, есть и горки, и мини-клуб, есть какие-то пасти, есть шоу вечернее, вот, и тоже компактная территория. Пока мы рассматриваем вот на видео Сидеру, Леодики и Ориканда, они немножко отличаются, простите, видео пока не готово, вот, но что я не хочу сказать, они заслуживают тоже отдельного внимания, почему? Они находятся стенка в стенку, мы тоже с тобой уже говорили об этом в каком-то эфире, и несмотря на то, что один отель 20 тысяч квадратов, второй 10, получается, в таком бы отеле вы не жили, в первом или втором, там общая территория, там нету никакой границы, то есть отдыхая, например, Леодики, у вас плюс один отель, где вы можете пользоваться за территорией отеля, если вы хотите подольше походить, погулять, а второе, эти отели находятся ближе совсем к гухте, там редко полны, соответственно, комфортно с детьми, например, в Леодики горки для взрослых, в Ориканде детский аквапарк, в Ориканде мини-клуб, в Леодики гизлиме, то есть, в принципе, и вам не скучно, что вы вот только в одном-одом отеле, плюс ко всему, вы можете ходить на шоу тоже, если вам, например, скучно, там не нравится сегодняшняя программа, допустим, для Дики, пожалуйста, Ориканде тоже с вашим услугом. Единственный момент, что вы не можете делать, это пить и кушать друг у друга из этих отелей, это сделано, на мой вопрос, почему, если одни и те же люди, какая разница, где они выпьет, где они сидят, ответ был, кстати, очень логичным, очень классным, а по поводу того, чтобы не было скопления людей, то есть вот для какой-то рассредоточенности по территории, ну, как бы мне, очень логично и здорово. О чем я еще не сказала, вот, спрашивай. Пожалуйста, мы привыкли, что в Алании пляжи песчаные, здесь я у тебя видел галичный, насколько это комфортно, какая глубина? Смотри, они очень комфортные, песчано-галичный, буквально немного, кусок такой гальки при входе, и дальше по логе абсолютно вход. Понятное дело, что при входе-выходе, как и везде на гальке, ну, как по мне, больно, кому-то нормально, кому-то лечебно, кто-то покупает спецобувь. Очень вижу у многих у детей такие, как носочками, это не совсем коралки, полностью такие тканевые, и, ну, насколько я понимаю, детям бегать не горячо, и, соответственно, очень комфортно и логично, но галька, да, есть, это надо понимать, но мне, допустим, даже чем понравилось, это то, что более чище все равно получается море, то есть не такое, как вот ты сразу засохишь и песок, то есть ты знаешь, песок, он немножко бывает мутноват с утра, не с утра после обеда, с утра море более чистое, и, соответственно, ну, как бы в галичном пляже, в песчано-галичном тоже есть свой комфорт, но при этом сам пляж, он песчаный, и есть детям, где строить, лепить швасочки, козанки и тому подобное. Пожалуйста, еще моментов, связанных со здоровьем, спа, велнес, потому что, я так понимаю, если отель маленький, зачастую не особо придают этому значение, спа может быть совсем малепуська, либо это спортзал с парой всего тренажеров, как здесь, в этих отелях, в небольших обстоит дело? Слушай, ну, тренажеры есть, и в принципе, насколько я понимаю, там тоже лимитировано количество людей, при заезде рекомендуют, ну, там, например, я от себя, и некоторые отели, не знаю, за скерванов, по-моему, тоже есть такая штука, ну, вы можете просто подойти, например, под зал и сказать, что каждое утро, допустим, там, в 9 утра вы занимаетесь, или в 8 утра, или там, в 9 вечера, или до скольки они открыты, и вы будете каждый день в списке, и не проблем, абсолютно нет. Если мы говорим про спа, по-моему, крытые бассейны, есть, но которые при этом, там точно так же есть определенный лимит людей, прям вагонами, тупами не заходят, поэтому, ну, в принципе, моя рекомендация сейчас в пандемии, в любом отеле, даже не только в Херманах, большие они или маленькие, вообще значения не имеет, просто, если вы планируете посещать какие-то такие общие места, там, не знаю, я же говорю, где-то джакузи, где-то крытые бассейны, где-то хамамы, тауны, турецкая баня, ну, просто, хотя бы там, один день прийти, посмотреть, насколько загрузка, потому что, я, допустим, вчера была в другом отеле, меня просто удивило количество людей в тауне, и там отдельная такая джакузная комната, в которой их все в джакузи заняты и на улице день, жара, то есть люди не на море, поэтому тут еще больше зависит, наверное, не больше от отеля, а как они к этому подходят, а какой наплыв, наверное, в самом отеле при определенном заезде, потому что в каком-то заезде может хотеть ходить 300, а в каком-то заезде 300, потому что люди приехали на море, ну, это моя логика. Резюме, пройдись, пожалуйста, нам, начиная от Алания, заканчивая регионом Белек, какой отель ты рекомендуешь, наиболее для какого типа отдыха подходит, где для молодых, для активных туристов, для семейных и для спокойных, и будем, и напомню, что у нас еще акция, да, поехали. Поехали, Сидера самый бюджетный, вот, про активную анимацию, я сказала, везде, на нее есть акцент, поэтому не могу выделить, какой из них самый веселый, учитывая то, что, допустим, Фидера, окей, самый бюджетный. Переходим дальше, Леодики и Арикандо для тех, кто хочет больше пляжа в бухте, чтобы было, чем заняться тоже, опять-таки, в Леодике, пока я жила, было достаточно вечерами, ну, можно сказать, спокойно, были что и все, буквально через пару дней жила в соседнем отеле, два вечера подряд были тестовки, это как раз было после первого числа, когда уже разрешили музыку в отелях до 12, были вечеринки, два вечера подряд, поэтому, я думаю, для тех, кто любит потанцевать, это значит, вот, Леодики и Арикандо, они рядышком. Единственное, что между ними сделает все-таки разницу, это то, что Арикандо сделано больше в стиле таком модерна, софта, именно номера, то есть, мне, например, номера там зашли больше, опять-таки, на любителя, смотрите, изучайте, потому что у каждого свои предпочтения по дизайну, несмотря на то, что сам отель все равно в восточном стиле. Дальше, мы идем по Сиде, Калипсус, новый отель, ну, Калипсус, наверное, для тех, кому не лень проехать, три минуты на Шаттлбассе, вот, и при этом любит новые отели, где хрустящая постель, стильный дизайн, качели, кто и кому не нужна прям мега-мега зелень, потому что, понятно, отель новый, пальмы новые, еще никаких глобальных там зарослей нет, поэтому, но он уже однозначно получается повыше уровнем, чем, допустим, отели, которые в Алании. Сиде Марин отель, абсолютно в восточном стиле, он как раз уже идет зеленый, так как построен сравнительно давно, да, не в этом году открыть, там есть большой, классный пирс, да, песчано-галечный вход, несмотря на то, что это Сиде, там есть все-таки, ну, камушки при входе, это тоже надо учитывать, здесь акцент идет в Сиде Марине на алкоголь и на еду, правда, и на зеленую территорию, здесь классно делается, поскольку территория позволяет, здесь делают всякие фестивали, вот, например, это может быть фруктовый фестиваль, мясной фестиваль, то есть целый день на территории везде, не просто там завтрак, обед, ужин или снег, а подаются, например, если это фруктовый фестиваль, это фрукты, это какие-то мероприятия, если это мясо, это вот туристскую, например, тематику, и тоже целый день на территории с какими-то развлечениями, то есть мне кажется, что он вот в таком плане поинтереснее, ну и Белазур, это отель, в котором я сейчас, добавлю, что из, и в Сиде, и в Алане есть куда выйти, то есть если еще и туристы любят куда-то выходить, то там магазинчики, ресторанчики, там все рядом, там есть куда выйти, там два шага и вы уже где-то, если мы говорим про Белазур, это отличие, здесь как раз выйти, ну он подальше от Велека, то есть если кто-то захочет проехать в центр Велека, это далековато, ну как далековато, не пять минут, минут пятнадцать, наверное, но какие-то магазины при подъезде я видела, как какой-то там лавочки, в общем, где-то какой-то рыночек можно пройти, соответственно, это для тех, кому не надо выходить куда-то каждый вечер, прогуляться или, да, там по максимуму что-то покупать, это для активности, для тех, кто любит вкусно покушать, потому что проехать все шесть отелей, однозначно могу сказать, что в Белазуре самая хорошая еда, ну вот, это да. Да я тебя понял. Ну что же, еще остается напомнить, что до 19 июля у нас продолжается, она стартовала акция, она продолжается, на любую дату, период заездов, пожалуйста, смотрите, обращайтесь, напомню, агентство «Горящий путевок», турбар, город Борисполь, город Киев, вот, и это в принципе очень такая, скажем, вот та самая акция, которую вы просили всегда, когда вы в сезон, в пик сезона хотите что-то найти, такого, это не горящее, это не горящее, это вам идут навстречу, да, поэтому смотрите, сеть отелей «Керман» перед праздником, большим праздником, делают нам такую только для Украины акцию, пожалуйста, обращайтесь, не забывайте, не теряйте возможность. Алла, спасибо тебе огромное, твоему коллеге тоже. До свидания. Включите, включите. Ладно.